Британский уличный художник Чейз Беррисон в качестве холста выбрал фасад многоэтажки. Он приехал в новую трехгорку, чтобы принять участие в международном арт-фестивале Urban Moffat Genesis и превратить район в музей под открытым небом. Что будет на изображении, пока держит в секрете, но признается, задумка интересная. Мы постараемся сделать вдохновляющий проект для Одинцова. Идея у меня в голове, я не могу вам рассказать, потому что тогда это не будет сюрпризом. Вы же не хотите знать ваш рождественский подарок за день до Рождества? Чейз Беррисон – не единственный художник-иностранец, который участвует в фестивале. Вместе с ним баллончиками и кистями орудуют мастера граффити, приехавшие из 26 стран мира. Я думаю, что это мероприятие важно в первую очередь для всей страны, потому что нигде у нас ни в одном уголке, ни в одном регионе нет такого музея. Это будет первый в истории страны музей под открытым небом, причем полностью консолидированный в среду обитания. Тема фестиваля для всех одна – культурный код, но каждый творец интерпретирует ее по-своему. Это некая заложенная в нас внутри информация, которая, скажем так, как наш конструктор. У кого-то какие-то проблемы свои определенные, жизненные, у кого-то какие-то жизненные, наоборот, успехи, какие-то исторические моменты страны, которые на нас отложили, как подпечатки на каждого из нас, из каждого художника из разных стран. Какие-то определенные плюсы этого. То есть вся культура, вся эта культурная кодировка, она будет именно в работах выплескиваться. В мире такой эксперимент проводился лишь в одном месте – в польском городке Лодзь. После фестиваля он получил статус столицы культуры и искусства Польши. Воденцовый проект проводится при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Все жители района находятся в ожидании преобразований. Трехгорка давно известна тем, что здесь живут очень молодые, креативные люди, иногда активные, иногда не в меру активные, но мы все. То есть не вызывало никакого сомнения, что всеми фестиваль будет принят на ура. Потому что мы все прекрасно понимаем, что мы живем в панельных девятиэтажках, нас кто-то даже неудачно прозвал бетонным гетто. Мы хотим избавиться от этого бренда, произвести ребрендинг, и чтобы у нас район стал музеем под открытым небом. Фестиваль будет длиться месяц. Художники планируют завершить работу 31 августа. Они распишут более 30 домов, превратив новую Трогорку в достопримечательность Московской области – музей под открытым небом. Дарья Чеботарева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.